Добрый день, уважаемые коллеги! Это снова аналитик от компании TechMIRUS, имя Артур Изятулин. А сегодняшний обзор начнем с краткого апдейта по торговым позициям, которые мы держим. Это у нас позиции по паре фунт-доллар и паре японской иены. Видно, что у нас обе позиции сейчас находятся в плюсе. Этому, естественно, поспособствовало резкое укрепление доллара, но также, что важно отметить, реализуются некоторые ожидания по фунту, в частности, ожидания по негативной, по отрицательной процентной ставке, ожидания по японской иене. Я напомню, что эти ожидания были сконцентрированы на обещаниях правительства вновь увеличить фискальное стимулирование, что должно найти поддержку, найти отрицательный центральный банк. Это снова монетарная экспансия, снова она должна образоваться в ослаблении иены. Мы сейчас играем на коррекцию иены, коррекцию до линии поддержки. Естественно, ожидаем дальнейшее ослабление, но отбой от этого уровня поддержки, как мы видим, дает нам возможность уже рассматривать закрытие позиций, но мы еще сегодня обсудим позже. Итак, сегодня самой основной новостью стало заявление китайского правительства, вы, наверное, уже в курсе. Сделано такую инъекцию реальности в фондовый рынок, в оценке на фондовых рынках, сообщив сегодня, что они ничего не обещают по темпам роста ВП, то есть отказываются от своей привычки планировать, в том числе ставить такие амбициозные цели, как достижение конкретно заданного значения роста ВП. Упомянули они также про значительную неопределенность, при которых влияние ряда факторов сложно предсказать. Речь всего, вероятно, идет о повторной вспышке коронавируса, да, совсем недавно. Появились такие новости, сообщения, что вот на карантин китай попали более 100 миллионов человек, и вот эта волнообразная динамика в распространении вируса, да, то подавление, вот новая вспышка, хоть уже и вроде давно быть более подвержена контролю, да, со стороны правительства, со стороны властей. Вот, такая волнообразная динамика, она означает, соответственно, и ухабистый путь для экономического роста в ближайшем будущем для всех экономик, в том числе Китая, и которую не так-то просто взять и исправить вливанием ликвидности, что сейчас пытаются делать центральные банки. Логическую цепочку, да, того, на что влияет именно вот эта повторная вспышка, вот эти непредсказуемые факторы, да, о которых мы говорим, на что они могут дальше влиять, это, естественно, мы приходим к следующему звену, это именно цены на ресурсы, на которых не обманешь вливанием ликвидности. Они продолжили сегодня падать, цены на нефть сегодня находятся в минусе, да, потеряли они, теряли в моменте более 9%, сейчас немножко они откатились, да, как мы видим. Естественно, спрос на ресурсы, появились ожидания, что спрос на ресурсы пострадает из-за того, что вот нет уже амбициозных целей у китайского правительства, да, и можно вот такой делать вывод о том, что спрос на энергоносители в Китае со стороны производства может упасть, что, собственно, отражается в нефти. Естественно, пружину, да, в нефтяных котировках, да, вот эту, ее невозможно было бесконечной натягиваю, собственно, фактор пессимистичного китайского руководства, который отменил таргет по ВВП, стал поводом для этой коррекции, да, которую мы наблюдаем сегодня. В целом товарный рынок разочарован, фьючерсы на медь, да, если посмотрим, они также откатились более чем на 2%, весь медь также откатились. Это очень важный метафт, который используется в производстве, задействованном в промышленности в Китае, также он реагирует сегодня как раз-таки вот на эти новости. Факт того, что китайское руководство, оно отказалось от привычки вот этой планирования, мягко говоря, призывает подготовиться к трудностям, на мой взгляд, может обеспечить устойчивость вот этому текущему медвежьему импульсу, который мы наблюдаем. Ну, по крайней мере, идея для сделок может заключаться как раз-таки в том, что этот медвежий импульс, он наберет скорость, да, он продолжится некоторое время, как бы и на это можно рассчитывать в сделках. В частности, это отразится и на развивающихся рынках, на рубле, отразится на валютах, которые зависят от сырья, в том числе на австралийском долларе, на канадском долларе. Но, возможно, стоит на этом построить предположения и рассчитывать, сделать это в базисах для сделок, да, таких краткосрочных. Также последние данные по азиатским экономикам, они вновь заставляют понизить планку скорости восстановления. Предварительный отчет по южнокорейскому экспорту сегодня, он выше, показал он резкое, такое неожиданное снижение отгрузок товаров за рубеж в мае. Падение составило 20,3% в годовом выражении, это уже в мае, когда страна постепенно ослабляет карантин, и это значение было хуже, чем апрельский показатель. Остаются в депрессии относительные, да, автомобили, продажи автомобилей и продажи запчастей за рубеж, в частности на основном рынке в Европу и в США, экспорт полупроводников, данные показали, что вырос. Это очень неприятная новость, что вот падают продажи автомобилей, да, и запчастей, потому что показывает, что есть перманентный такой удар, можно уже его ощущать, по употреблению на товарах длительного пользования, и снятие карантин не исправит скоро, потому что вот потребительская уверенность оказывается вот задета. А что любопытно также, экспорт Японии и Южной Кореи, он упал, точнее вырос, вырос именно в Китай, и вот если мы рассматриваем помесячную динамику, это вот внушает некоторый оптимизм, да, вот то, что азиатская торговля, она как-то еще держится. Безобидные рыночные дискуссии по поводу негативной ставки банка Англии, да, мы снова возвращаемся к фунту. Вот эти дискуссии о негативной ставке, дискуссии о количественном смягчении, да, они перерастают сейчас в конкретные ожидания по снижению ставки процентной до отрицательных значений. Я напомню, что когда мы говорим об отрицательной процентной ставке, не следует путать отрицательные процентные ставки, которые могут быть и которые не могут быть. Когда мы говорим об отрицательной процентной ставке, мы говорим не о рыночной процентной ставке, так как рыночная процентная ставка, она подозревает, что доходность от держания кэша для кредитора, она всегда лучше отрицательной доходности. Если кто-то предлагает кредитору взять у него в кредит под отрицательную процентную ставку, то ему всегда лучше все-таки не давать этот кредит, не беря во внимание, естественно, издержки хранения наличности. Поэтому если мы говорим об отрицательной процентной ставке, мы говорим о ставке центрального банка на резервы коммерческих банков. Итак, Банк Англии хочет сейчас пойти на этот шаг, так как последнее снижение ставки с 0,75% до 0,1% не дошло до конечных потребительских кредитов. Вот у нас есть такая картинка от Бумберки, вот на ней видно, что снижение ставки, такая вот салатовая линия, вот это снижение ставки, которое у нас произошло практически до нуля, то есть до 0,1%, не нашло отражения в ипотечных ставках или ставках на ипотечный кредит. Видно, что они не изменились, как раз это говорит о том, что недостаточно Банк Англии принимает мер для того, чтобы стимулировать банки снижать ставки по кредитам, по ипотеке. И это, естественно, ставит заемщиков ипотечных в более сложные предположения и вынуждает Банк Англии все-таки действовать, что он сейчас и будет делать. То есть мы уже несколько раз обсуждали в предыдущих обзорах, что все больше и больше появляется поводов у Банк Англии того, чтобы снижать процентную ставку. Собственно, глава Банка Бейли изменил позицию вчера, буквально за неделю, он просто переметнулся из лагеря противников отрицательной процентной ставки в лагерь сторонников этой такой ставки негативной, заявив, что такая возможность сейчас активно обсуждается, это вот создает такой дополнительный фактор. Это представляет собой дополнительный фактор давления на фон, что мы будем как бы эксплуатировать в торговле. На дневном графике, если посмотрим, видим, что вот здесь цена отбивалась несколько раз от уровня, от зоны вот этой, да, поддержки, да. Затем вот здесь она нашла то же самое сопротивление, производила конвертация уровня поддержки. Сопротивление этого классических факта из технического анализа, да, который мы также здесь эксплуатируем. И, собственно, здесь мы зашли на понижение вот отсюда, да, от этого уровня, с этой зоны, да, и вот цена у нас пошла вниз, она дальше у нас продолжает двигаться вниз. Вот здесь вот рассчитываем, что она двинется в сторону, будет повторный тест, произойдет уровня 1.20, этого ближайшего, ближайший уровень, уровня поддержки. Такая возможность есть как раз из того, что доллар у нас усиливается, да, вот пистка, она создает такой контекст, да, и вот ожидание процентной ставки, негативной процентной ставки от банка Англии, ожидание количественного свечения в иене, позволяет нам дальше ожидать движение фунта, фунта до, пара фунта долларов, вот в эту зону, в эту сторону, да, вот до теста уровня 1.20, чуть ниже уровня 1.21. Ну, по японской линии мы видим, что у нас коснулась цена вот линии вот этой поддержки, да, и вот здесь я обозначу, да, вот эти такие две линии, да, в которой цена у нас колебалась, вот здесь это видно, вот здесь она нашла, очень долго она вот здесь сопротивлялась, не могла пройти вверх, вот здесь произошел отбой, затем образовалась вот такая трендовая линия, да, которую мы видим. И так как японское правительство заявило, да, вы же несколько читали новости, но заявило, что следует скоординировать фискально-монетарную политику, то есть снова означает повышенные расходы со стороны правительства, это требует больше выпуска облигаций, это требует, собственно, координации усилий со стороны центрального банка в виде того, что он начнет выкупать эти банды, то есть, по сути, опосредованно финансировать, да, расходы правительства. Опосредованно именно потому, что он скупает не напрямую облигации у правительства, а именно у коммерческих банков, да, нужно это помнить. Собственно, для Ян у нас вот на фоне этого фактора есть вероятность, что она дальше продолжит у нас ослабление, то есть пара доллар японская нападет вверх, но мы здесь такую краткосрочную сделку совершаем, да, вот здесь мы открылись, рассчитывая на то, что пара скорректируется до трендовая линия, затем потом продолжит дальше движение вверх, пробьет эту горизонтальную линию, вот на этом как раз-таки факторе, да. Ну вот, мы продолжаем пока держать эти сделки открытыми, да, рассчитываем, что цена выйдет ниже, но все-таки стоп будет, естественно, подвинут, да, до безыбыточного уровня, вот. Но пока данные позиции сохраняются открытыми, посмотрим по ситуации, что будет происходить дальше, стоит ли вносить коррективы и рассматривать новые позиции, да, но это уже зависит от поступающих данных. На сегодня все, спасибо за ваше внимание, увидимся в пендельниках.